Всем большой привет! С вами Лиза. Пришло время собрать косметичку декабря. Это будет последняя косметичка этого года, поэтому акцент я буду делать больше на Project Pen и на добивание тех продуктов, которые есть. Но по традиции я хочу начать с того, что у меня закончилось за ноябрь месяц. Из косметички ноября, вернее, скажем так, да? Тушит Maybelline Lash Sensational. Она стала наноситься как-то сухо. То есть она еще там есть, но видно, она подсохла, и я ее выбросила. Хорошая тушь. Вы знаете, сейчас у меня другая тушь, я про нее расскажу позже. И думала, что я нашла неплохую альтернативу, но все-таки, наверное, надо будет заказать, смотреть. Может где-то будет по хорошей скидке. Lash Sensational от Maybelline. Закончился у меня Revlon Colorstay, оттенок 150. Я думаю, что я его еще повторю. Сейчас на iHerb хорошие скидки, но на этот оттенок скидки нет. Так, хороший, стойкий, но отпечатывается на телефоне, там на тканевой маске, на одежде, если вы зацепите. Отстирывается очень сложно, кстати. И закончился у меня ароматик из Project Pen от Burberry. У меня этот флакончик упал, и немного он подтекал у меня. Поэтому не буду ставить на стол, чтобы он сейчас не заляпал его. Потому что жирный такой, знаете, флакончик. Вот. Эти продукты я заменю в новой косметичке. В качестве ароматов я выбрала два, но я даже сомневаюсь, буду ли я вторым пользоваться или нет. Когда у меня закончился Burberry, я начала очень активно использовать вот такой вот аромат от Evroche. Он переводится как «Страсть в полночь». И он мне очень нравится именно сейчас, на более холодное время года. Потому что я пробовала пользоваться им летом. И летом он мне не подходил. Он слишком был такой насыщенный. А покупала я его как раз в холодное время года. И тогда он мне тоже понравился. Он мне чем-то напоминает аромат, который у меня был от Guerlain. Маленькое черное платье Intense. Но этот менее интенсивный, более такой нежный, более носибельный на каждый день. И он стойкий, девочки. То есть я наношу утром и в течение дня я не обновляю его. Второй ароматик, вот по поводу которого я сомневаюсь, это тоже Evroche «Страсть в полночь». В одном заказе они мне приходили. По-моему, этот шел в подарок. Он мне изначально больше понравился. Но он, знаете, более такой специфический. И если этот более носибельный для меня на каждый день, то этот такой, знаете, по настроению. Он немножко рисковат. Он очень необычный. Советую с ним познакомиться. Но сейчас вот мне как-то не тянется к нему рука. Я их два достала, выставила на стол. Но больше пользуюсь все-таки «Страсть в полночь». Он такой сиреневый. Мне кажется, что там есть и рис в составе. Но я могу ошибаться. Следующая категория – это тональные кремы, базы, консилеры и все прочее. Во-первых, пробнички. Я набрала косметичку прошлого месяца, но попользовалась только одним. У меня был вот такой вот, но без цифр. Он был слишком темным, таким прям рыжим. Даже не помогало разведение его с более светлой тональной основой. Но здесь у меня пробничек 0.1 обозначено и 0.0. Я думаю, что эти будут посветлее, но так и не рискнула я их открыть. Я пользовалась тем пробником только в выходные дни, когда мне не нужно было куда-то идти. Вообще, таким чем-то новым я стараюсь пользоваться на выходных. И еще вот такие два. Это все от Farmacy. Это идет оттенок Light и этот Light. Надеюсь, они не будут такими темными. И, наверное, надо их использовать до конца года. Также от Farmacy вот такой вот тональный крем Stay Matte. Когда я снимала распаковку Farmacy или обзор, я несколько дней им попользовалась. Мне он очень тогда понравился. Оттенок это самый светлый, который у них есть в этой линейке. Оттенок 0.1. Он имеет такой явно выраженный розовый подтон. Сейчас кажется, конечно, бежевым на камере. Но мне он, в принципе, подходит. Имеет он муссовую такую консистенцию. Я заметила, что если с ним переборщить, он может быть заметен на коже, неровно выглядеть. Поэтому я вот еще не поняла, нравится он мне или нет. Как-то один день я нанесла его самостоятельно. Вот недавно, когда мой ревлон закончился. И видите, что рука не выглядит прям сильно светлой. То ли он окисляется, то ли вот как-то подстраивается. И он у меня вокруг носа как-то начал исчезать. И было заметно очень сильно поры. Я его поэтому смешиваю. Продолжаю свою традицию добивания вот этого. Вот Enough Gold Snail. 13-й оттенок. Крем более темный. И он имеет такую более сияющую. Сияющий финиш. И вот я как-то их смешиваю. Чуть больше беру от Farmacy. И чуть меньше беру вот этого крема. Очень жаль, что вот этот оттенок 13 оказался для меня слишком-слишком темным. Так хоть иногда можно было бы его использовать самостоятельно. Например, в более холодное время года. Я думаю, не так бы было это страшно. Но оттенок мне вообще не подходит. Консилер у меня все тот же самый от Clorance. В оттенке 01. Вот такой вот его свотч. Мне он нравится. Неплохой. Большой объем. 15 мл. И хватает очень надолго. Оттенок не слишком светлый. Возможно, где-то есть оттенок, но у нас не продается. Не представлен. 00. Как иногда бывает. Потому что самым-самым светлокожим он не подойдет. То есть он не будет высветлять зону под глазами. А будет скорее сравнивать с тоном всей кожи. И база под тени от The Balm. Тоже, девочки, много раз ее показывала. Не буду сейчас останавливаться. Пудровые средства для лица. В качестве матирующей пудры я использую вот такую вот от Focalure. Flawless Satin Powder в оттенке 02 Ivory. И ее вот уже уменьшилось. Тут была очень удобная сеточка. Но она забилась. И теперь не очень-то хорошо набирается пудра. Поэтому меня встретили все недостатки рассыпчатой пудры. Я вот так вот пересыпаю в крышечку. Кстати, периодически наношу даже вот этой пуховкой. Либо кистью. И сейчас кожа пришла в порядок у меня. Иногда я могу, когда спешу, просто нанести эту пудру без тональной основы. Для видео стараюсь, конечно, я краситься. В качестве такой финальной пудры, финишной, у меня Guerlain, Метеориты. Они у меня Project Pen. Я понимаю, что не закончу их в этом году. Но уже неплохо они у меня использованы. Мне нравится их пудра. И очень нравится аромат. И даже Вика мне говорит, когда я только накрашусь, к ней подхожу. Она говорит, мама, ты пахнешь метеоритами. Вот, когда обнимает меня, да, там близко к лицу. Этот аромат, он ощущается. Девочки, кстати, я видела на каком-то сайте в прошлом году аромат Guerlain. Назывался он Метеориты. Такая кругленькая баночка симпатичная. И, может, кто пробовал, напишите, это тот аромат или нет. Потому что в отзывах писали, что совершенно не тот аромат. Так, ну, как-то без атеста не хочется покупать. Люкс Визаж. Silk Dream румяна в оттенке 1. Оставляю из прошлой косметички. Очень сложно открываются. Тут уже хороший такой расход. Оттенок вообще слабо-слабо пигментированный. Даже не то, что слабо пигментированный, а очень-очень светлый. Видите, как раз мне на зиму он очень нравится. Поэтому решила оставить. Ну, и по настроению можно брать что-то не обязательно из косметички. Вы так делаете или нет? Так, Blush. Это контурная румяна у меня. От Lamelle в оттенке 404 Taup. Вот такой вот оттенок. Мне они нравятся. Я их очень люблю. Так, что-то они вообще у меня перестали. Смотрите, вообще никак не фиксируются. Вот, живут своей жизнью. Надо очень аккуратно с ними. И хайлайтер от Wet n Wild. Это у меня Mega Glow E319B Blossom Glow. Красивый, холодно-розовый оттенок. И, видите, я с этой стороны больше набирала. Но с точек все равно задело. Он с розовинкой. Холодный такой, даже розово-синий перелив имеет. Ну, я очень, конечно, много набрала. На коже не так. На коже примерно вот как здесь. Видите, мне он нравится. Ну, мне кажется, исключительно зимний вариант. Переходим к глазам, бровям и теням. Давайте покажу вам сначала то, что как бы, ну, типа базы по тени. Жидкие тени от Faberlic. Артикул 54-45. Мне кажется, что давно уже я в каталоге их не наблюдаю. Не моя тема, жидкие тени. Вот сразу скажу, да. Они хорошие, они классные. Когда-то, когда не было еще таких вот жидких металлов в сухих, сыпучих текстурах, тогда, да, тогда я их наносила и мучилась как-то с ними, но мне нравилось. Сейчас я уже не хочу пользоваться. Держу до конца проекта. Может, где-то, что-нибудь, как-нибудь я их попользуюсь. Вот такой вот карандаш от NYX я начала использовать по нижнему веку вместо базы. Потому что я, в принципе, базу на нижнее веко не наношу. У меня тени более-менее всегда держались. Но на этом карандашке они смотрятся ярче. Вот я его даже первый раз заточила в прошлом месяце, чтобы наносить под глаза. Уже какой-никакой расход. Возможно, теперь я его выбрасывать не буду, так как я думала раньше. Так, и поехали мы к теням. Во-первых, новенькая моя палеточка Наташа Динона мини-ретро. Или ретро, наверное, правильно. Вот такая вот красоточка. Она очень такая ежедневная. И вот даже этих двух матовых оттеночков не всегда хватает. Я вообще, знаете, редко пользуюсь одной палеткой. Единственное там взял и полностью макияж ею сделал. Я люблю соединять, комбинировать. Вот этот очень красивый топпер. Но у него огромнейший минус. Он осыпается. Но так как в декабре праздники, да, у нас Новый год. Вот почему бы не взять ее в качестве такой вот украшалочки. Вот этот очень красивый тоже оттенок. Опять же, на глазах они не будут так ярко. Прямо потом, как пальцем, да, мы наносим их. И вот такой вот розовый. Давайте лучше перенесу. Он уже не такой вот супер сияющий. Но, когда его наносишь, он у меня на глазах больше золотым отливает. Но в нем тоже есть такие, вот сейчас не очень удачный ракурс, микро-микро блестки, которые переливаются разноцветными сияшками. Напоминает что-то вот этот оттенок, но более деликатный. Вот на веке он у меня смотрится вот таким, как сейчас здесь, в этом месте. И когда наносишь пальцем его, либо спонжем, он жует немного века. Поэтому лучше наносить кистью, тогда бледнее получается. Но в целом, хорошая палетка. Вот этот матовый для растушевки очень классный. Сейчас он более коричневым смотрится. У нас очень пасмурно. И я включила электрическое освещение, потому что от окошка света не хватает. И, конечно, акцент я буду делать на свою добивашку из Project Pen. Это LORAC PRO. Тут у меня уже дыры есть большие. Так, белый оттенок. То, что не набирается, я не буду прямо мучиться. Розовый. Очень редко использую. Вот такой вот. Темно-коричневый. Матовые здесь оттенки. Они хорошо пигментированы. Но они не очень хорошо тушуются. То есть они тушуются гораздо сложнее, чем Наташа Динона. Так, в фокусе эспрессо оттеночек. Сегодня последняя косметичка. Давайте все сводчи покажу. Черный. Черным не люблю пользоваться. Вот в этот мне неудобно залазить. Покажу другие оттенки. Как-то пошла я не по порядку. Этот у меня закончился. Вот самый любимый сейчас у меня вот этот вот. Который на среднем пальце. Так, поехали. Значит, по порядку. Смотрите, какой он пигментированный. Ну, черный, в принципе, тоже неплохой. И пошли шиммерные оттеночки. Самый-самый шиммерный отсюда, это вот этот оттенок Gold. Остальные, они более как сатины. И последние три оттеночка. Вот сейчас я попробовала оттенок Garne. Сочетать с оттенком Gold. В принципе, ну, неплохо смотрится. Вот эти я как-то пыталась два последних в течение своего проекта где-то задействовать. Но так и не получилось. Сейчас они на свочи не очень ровно набрались. Возможно, ой, все перепутала. Из-за того, что у меня были влажные пальцы, я вытирала салфеткой. Ну, более-менее они хорошо наносятся. Ну, хочется поскорее как-то уже закончить и избавиться от этой старушки моей. Мне даже девочки написали, что у тебя случилось, кто погрыз палетку. Никто не погрыз. Просто я раньше не сохраняла вот эти вот упаковочки, выбрасывала. А сейчас вот уже новое, что покупаю, я храню в коробочках. Дальше давайте поговорим о туши. У меня две. Фаберлик Фёст Класс. В туши набирается очень много на щетку. Посмотрите сейчас. И посмотрите, я сейчас начну снимать излишки. Сколько останется вот на горлышке. Посмотрите, видите? Видите, я думаю. Там очень наносится прям вот паучьи лапки. Поначалу, когда я первый раз использовала, мне она очень понравилась. Она сделала мне красивые удлиненные объемные ресницы. Но дальше начинаю пользоваться. Вот где-то спустя неделю она, как говорится, еще раскрасилась. И стала прям, ну, очень давать такие паучьи лапы. Во-первых, ресницы какие-то нереально длинные и объемные. Кажется, что это накладные какие-то ресницы. Не накладные, а нарощенные. Которые ты еще накрасил какой-то тушью, ну, я не знаю, столетней. В общем, не нравится мне эффект. А в один слой еще более-менее она смотрится, но у меня не получается равномерно прокрасить ресницы на правом и левом глазу. Потому что один слой на правом глазу мне нравится, а на левом недостаточно. Когда я начинаю левый наслаивать, мне приходится потом донаслаивать правый. И, короче говоря, вот так вот как-то слишком она делает паучьи лапки. Возможно, для более коротких ресничек она подойдет. Вот у меня сейчас еще и ламинирование, ресницы подкручены, и за счет этого они уже вытягиваются. Короче, мне захотелось вернуться к моей туши Lash Sensational, которую я вам в начале видео показывала. И синяя туши Teyvan. Иногда пользуюсь. Просто всегда лежит в косметичке. Она не смотрится синяя. Это оттенок Navy. Прям такой. Это подарочек, кстати, от Тори Петровой. И либо по нижним ресничкам ее наношу, либо и там, и там. Карандашики и подводки я не стала набирать. Я взяла классику черный-коричневый. Так, коричневый карандаш как раз у меня из Project Pen. Хочу поскорее его закончить. Мне интересно, насколько далеко там стержень находится. Это Faberlic оттенок 54-36. Этот карандаш очень классный. Он мягкий. Ему, наверное, уже более двух лет. И он не засох. То есть могу вам советовать. Другие карандаши из этой серии, которые я пробовала в других оттенках, мне не понравились. У меня был изумрудный, фиолетовый, черный. И еще такой какой-то белый песок. Бежевый такой. Вот он тоже был более мягкий, но он подсох у меня со временем. Так. И черный карандаш у меня от Essence. Long Lasting в оттенке 0.1. Я, кстати, его точила обычной точилкой. Просто подтачивала этот стержень. И после каждого использования приходится подтачивать. Вернее, перед новым использованием я точу. Хорошая черная линия. Я рисую ресничный край. И уже стрелочку, кончик вывожу подводкой. Мне так легче. И две подводки. Это у меня Maybelline Hyper Easy. Я вам говорила, что хочу выбросить, но пользуюсь. Как-то уже приноровилась к ней. Буду в следующий раз заказывать, наверное, Physicians Formula. И Physicians Formula в коричневом цвете. Вот такая вот. Как будто бы она заканчивается. Мне сейчас показалось. Коричневая чаще, кстати, стала пользоваться, чем черная, когда она у меня появилась. Но под некоторые тени нужна именно черная. Брови. У меня четыре продукта. Все из прошлой косметички. Карандаш от Lamelle в оттенке 0.1. Perfect Brows. Такой. Вот уже, видите, заканчивается. Я то одной стороной рисую, то другой. И у меня получается постоянно одна сторона острее другой. Вот рисую. Не вижу, где рисую. Вот такой оттенок 0.1. Хороший карандаш. В принципе, мне понравился. Но по удобству. Тонкий карандаш Slim удобнее. И у Lamelle тоже они есть. Они суховаты. Но если ты к ним привыкнешь, и тебя не смущает это, то они неплохие. Это 0.2. Карандаш от Vivienne Sabo. Не слишком его тут уже у меня много осталось. И этот карандаш, который посветлее. Вообще не хочет на... Такая рука тут нежная. Не хочет на ней рисовать. Ну, жестковатый. Да, карандаши для бровей, они все-таки более жесткие. Такой вот оттеночек. И очень похожий на него оттенок от... От кого? От Luxe Visage Ultra Slim. И, кстати, этот карандаш заканчивается быстрее. Он более мягкий. Видите его уже сколько. И я им, кстати, пользуюсь, наверное, реже, чем тем. Тот более стойкий. Так, снова рисую. Не смотрю. Вот такой оттенок. Ну, в принципе, на бровях разницы мы не заметим. Просто этот менее стойкий. Легко смазывается. Поэтому я им пользуюсь, когда мне надо быстро накраситься, но не стойко. А когда мне надо не стойко, и у меня есть время, я использую Vitex. Вот такую вот помадку для бровей в оттенке 22. У нее вот такой вот оттеночек. И на бровях... Она красиво смотрится, но у меня с ней все-таки больше времени уходит, чем с карандашиком. Вот. Поэтому, когда у меня вот эти оба закончатся, карандашик, а я все-таки один повторю. Не знаю еще какой. Может, еще посмотрю. Вот ламель такие тоненькие. Может, появятся в более светлых оттеночках. И... Либо возьму Vivienne Sabo, потому что он действительно надолго хватает. И остались у меня средства для губ. Я не стала много набирать, а хочу сконцентрироваться на том, что реально, ну, как бы более-менее в ближайшее время закончить. Масло для губ от Avon в оттенке Blossom. Не будет фокусироваться, наверное. У меня на губах оно выглядит прозрачным. Хоть и имеет небольшой розовый оттенок, но оттенок губ как бы перекрывает этот розовый. Как уходовое средство. Например, когда только начинаю делать макияж. Или в течение дня, когда не надо цвета. Просто губки увлажнить. Хорошо очень работает, очень понравилось. Спасибо Тори Петровой. Это от нее подарочек. И два карандашика. Один у меня из Project Pen. Это Color Me. Линейка Silk Liner for Lips. Оттенок 127 на каждый день. Сейчас я его не использую как помаду, потому что мне сушит. А как контур только. Красивый оттенок. Девочки, ну у меня в запасе лежит аналог от Lamelle, который более мягкий. Лучше наносится. По стойкости такой же хороший. Но наносится гораздо комфортнее на губы. И оттенок очень похож. И Lamelle в оттенке 07. Этот не из Project Pen. Просто очень классный карандаш. Я его очень люблю. Он как масло прям рисует. Этот чуть потемнее. И чуть более уходит в сливовый. Камера не совсем точно передает. А этот более уходит в рыжий такой. Но бежевый. Бежево-персиковый, наверное. Их примерно одинаково осталось у меня. И уже близится к завершению. У меня вообще карандаши для губ. Один только, по-моему, я за свою жизнь всего закончила. Те остальные либо раздаривала, либо выбрасывала. И три помадки. Вот эта помадка у меня в сумке лежит. Это 40-003. Девочки спрашивают в видео, когда она у меня на губах. Она очень красивая. Но вот эта упаковка, она меня раздражает. И не очень приятный аромат у помады. Но она на губах очень красива. Она сочетается и с тем, и с тем карандашиком. Дает такой вот глянцевый финиш. Девочки, может быть, новая помада с белым колпачком на магнитике. Похожа на эту. Кто пробовал? Это 3D поцелуй. Ту новинку я еще не пробовала. И вообще, сегодня снимала одно видео. Я перебирала банки свои пустые, годовые, которые у меня в пакете хранятся. Там всего две помады. Вот за этот год закончились. Так, следующие. И те, да, из Project Pen. Это 40618 линейка Гидролипс. И это вот такой вот оттенок. Она менее увлажняющая. На губах более каким-то матовым выглядит. Более яркая, более темная. Но мне нравится ее наносить на бальзам для губ, который еще немножко остался. Она тогда нежнее смотрится. Ну, когда как. Когда хочется темнее, когда хочется ярче, когда хочется нежнее. И еще одна помадка тоже Faberlic. Это 430-32. Лиловый твит. Помада Овация. Тоже, да, вроде бы и попользовала, но еще до конца ого-го. Вот такой. Это более розовый оттенок такой. Холодный. Все эти оттенки помад я очень люблю. И пользуюсь в основном, вот сейчас, в последнее время, этими двумя. Это одна в сумке, да, одна дома. Но иногда и на эту смотрю. Если будут нужны какие-то там яркие, праздничные оттенки, это все у меня есть. Буду брать оттуда, да. А это вот прямо на каждый день такая косметичка. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Скоро итоги Project Pen. Скоро пустые баночки декоративки за год. Итоги какие-то. И в начале года я обычно снимаю инвентаризацию. Я думаю, что будет интересно. Я такие видео сама очень люблю. И всем желаю хорошего настроения. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Ссылочка в инфобоксе. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...